Сегодня на дежурство к людям в ярких жилетах, которые регулируют безопасное движение на железнодорожных переездах Советского, присоединились госавтоинспекторы и сотрудники администрации муниципалитета. Поводом послужила международная акция, которая призывает автомобилистов поддержать Международный день привлечения внимания к переездам неукоснительным соблюдением дорожного движения. Не нарушайте правила дорожного движения, не переезжайте на запрещающие показания переездного светофора. Берегите себя и своих близких. Каждому водителю сотрудники российских железных дорог не только напоминают о важности более внимательно переезжать пути, но и вручают памятки. Если произойдет здесь авария, это гораздо серьезнее, чем авария произойдет на автодороге. Поэтому лишний раз не помешало бы сакцентировать на этом внимание и объяснить людям, чтобы внимательнее проезжать. Только с начала 2022 года на железнодорожных переездах нашей страны произошло 92 дорожно-транспортных происшествия. Из них три аварии в границах Свердловской магистрали. Главной причиной ДТП остается грубое нарушение правил дорожного движения водителями. Запрещается выезд на переезд при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. Запрещается самовольно открывать шлагбаум. Запрещается перевозить через железнодорожный переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные или другие машины и механизмы. Нарушения правил дорожного движения на ЖД-переездах влекут угрозу не только вашей жизни, но и жизни сотен пассажиров поездов, работников и локомотивных бригад. Уважаемые водители, не рискуйте, уступите дорогу поезду. Кроме того, наносится значительный ущерб инфраструктуре железной дороги, повреждение подвижного состава, путей и контактной сети, из-за чего происходят задержки поездов. Долей своего вложения в эту акцию является содержание проезжей части в районе железнодорожных переездов. Так, например, вот если мы сегодня посмотрим, есть некоторые проблемы, и у нас сегодня по плану до 16 июня эти проблемы устранить. Единственное, только нюанс, необходимо согласовать с представителями железной дороги временное перекрытие переезда. В ходе профилактических мероприятий железнодорожники совместно с представителями администрации и сотрудников госавтоинспекции посещают с беседами автотранспортные предприятия и напоминают всем владельцам о необходимости проявлять повышенную бдительность при пересечении железнодорожных путей.